Доброе утро, мои дорогие! Ну вот, сегодня такое не очень доброе утро. Дождик идёт. Надо же, вчера такой день был солнечный. А сегодня, вон чего. Вчера не пошла котов кормить на помойку. Вон там красненькая валяется мисочка. Положила им, оставила около крыльца. Так гоняли, видно её, эту коробочку тут. А мне вчера позвонила девушка. Девушка Елена. Черноморский живёт. Ей нужно бусы перебрать. Ой! Спотыкаемся! Я ей говорю, а мне на почту нужно. Она говорит, давайте я вас отвезу. Вот. Вот ещё один случай. Познакомимся с приятным человеком. Ну ладно, а я пока вот очухалась с утра. Сейчас позавтракаю. Да надо опять за дела. Мне надо много, прям осталось-то чуть-чуть до отлёта. А мне нужно доделать. Прям доделать надо, чтобы можно было отправить и с собой забрать, отвезти. Так что я вся в работе. Ой, какой ветер холодный! Фу-ху-ху! Побежала я. Вот такая вот зима. Ой, дельфинчик мокрый весь. Ой! Мерзкая погода, конечно. Просто мерзкая. И на крыльце это всё мокрое. Не, я люблю дождик. Но летом, когда его ждёшь, ждёшь. Очень люблю. Но зимой совсем мне дождик не нравится. Ну вот, сделала вот такой чокер. Бусины на самом деле розоватые. Как-то не очень тут видно. Причём, вот эти две прям светлые. Это кварц розовый. Вот эти прям светлые. Вот эти порозовее. И вот эти ещё более розовые. Но тут не видно. Вот так что. Вот такой вот получился. Ой! Полечу в Питер. У меня одни украшения. Целый рюкзак. Тяжеленный. Вещи не знаю, куда класть. Ну что, всё, что сделала, надо отвезти, чтобы Саша там магазин сделала. Раз вы, мои хорошие, не покупаете, надо магазин отвозить. А сейчас, мои хорошие, вот хочу поделиться с вами вот такой приятной для меня очень новостью историей, что ли. Я в ней сыграла какую-то роль. Сама этого не ожидавшая. Позвонила мне Галина. Я не знаю, она... В общем, короче, когда-то, года два назад, я уже и думать-то об этом забыла, прислала мне двое, ну, двое бус рваных, старых, молодая женщина. Но посылка была из Симферополя, я не знаю, где она живёт, в самом Симферополе, ну, в общем, вот. Я их сделала, и мы созвонились, Галина её зовут, вот, мы с ней созвонились, я помню, что она молодая, женщина-то. Она говорила, что у неё сын на то время ходил в детский сад, в школу собирался. Вот. Молодая, значит. Вот. Бусы эти были маминой, и вот она к маминому дню рождения хотела, чтобы, значит, это её любимые бусы были, хотела, чтобы я их там собрала немножко, переделала, вот, и ей назад отправила. А что-то мы созвонились, я ей говорю, а может, автобусом отправить? Здесь есть такая технология, с автобусом отправляют. Она говорит, давайте. Вот. И я ей с автобусом, вот даже не помню, нет, я помню, что он, ну, довольно молодой мужчина был, водитель-то. Вот. И я с этим автобусом ей отправила. Вот. Она мне потом позвонила, сказала, значит, что получила, там, спасибо, то да, сё да. Ну, и на этом, собственно, всё это кончилось. звонит мне сейчас и говорит, Любовь Николаевна, а я хочу вас поблагодарить и пригласить вас на свадьбу. А я никак не могу, она мне давай объяснять, чего и как было, и это, я вспомнила. Иван. Оказывается, она пришла получать эти бусы к водителю, они познакомились, и вот уже полтора года больше живут вместе. Живут вместе и теперь решили официально всё оформить. она говорит, что если бы не вы, мы бы никогда не встретились, и, в общем, ой, ну, девчонки, до того приятно. Я понимаю, что это, ну, хотя, да, ничего случайного в жизни не бывает. Так что, вот такие вот истории случаются. Ну, так трогательно, я прям не могу. Вот так. Ну, дай Бог, Галочка, дай Бог вам прожить много-много лет в счастье, в согласии, в любви. Если решите, и ребёночка ещё родить надо. я прям, я не могу, я прям так вот растрогана, прям, хоть плачь. Хотя, делал-то такое хорошее, чё плакать-то? Вот, так что, вот так вот бывает. Надо же, а я, и, как говорится, ни сном, ни духом. Вот так, мои хорошие. Вот видите, какие плюсы есть в блогерстве. Люди тебя находят, как-то с кем-то даже вот, ну, не виделись, в глаза-то не виделись, а он, как приятно. А я какую-то роль в их судьбе сыграла. Очень приятно, я, мы с ней разговаривали так долго. Она мне всё вот это рассказывала, как они, до чего. В общем, вот так вот. Ну, что, мои дорогие, вот сделала такую красоту, Татьяне Валерьевне. Ладно, ещё сейчас сделаю ей жемчугом. Ей очень понравилось вот это вот украшение. Ой, вот это вот, которое я сделала. Но у меня нет таких бусин, а жемчуг остался, который она мне давала вот делать. сейчас я попробую сделать. Вроде крупные у меня были жемчужины. Сейчас посмотрю. вот такой убыток мне Мася сделал. Расколотил пепельницу из Египта. Ну, ужас, ну, стояла тут на столе, никого не трогала. Взял, разбил. Столько лет жила. Ну, это ужас, а не кот. Ужас. Она тяжёлая была, как он её грохнул. Да он же носится-то, не разбирая. Вы знаете, я тут наблюдала такую сцену. Он носится, вообще не соображая ничего. Разбегается и прям головой в стенку шарах. кошмар. Что за животное? Не знаю, появятся у него когда-нибудь мозги или нет. Жалко пепельницу. Одни убытки от тебя. Что уркаешь ходишь? Ну, безобразник, бессовестный. Такая пепельница была, память была. Да. Вот видите, что творится? Это парень играет у нас. Устраивает мне бардак. Ой, кошмар какой-то. А это не просто тазик, это его горшок. Ночной, днём-то он ходит, ну, гуляет, стал в туалет ходить. Маска. Не катится, да? Да, лапкой, лапкой, давай. Вот. лапкой, лапкой, лапкой. Игрушка. Оно, какая игрушка-то. Оно, какая! упираться девчонки не успевают он приходит с улицы и с ним тащится какой-то мусор каждый божий день сегодня рассказывала Татьяне Валерьевне я говорю, как он мне тут пенопласт по всему дому он все и вытаскивается откуда-то пенопласт он лазит под кухню выкатывает оттуда бусины в общем, короче, парень когда не спит, занят делом и что меня умиляет Маська он очень любит играть когда я сплю а я и так плохо сплю ужасно ночью еще вон со своими играми что? нечем заняться? беда, да завтра поеду в Черноморск куплю тебе ошейник блошины ну вот сделала Татьяне Валерьевне с жемчугом такую красоту вот а я работаю а сама слушаю нераскрытые тайны секреты старой Таганки в Москве я же там училась на Таганке очень люблю этот район театр на Таганке где играл Высоцкий Золотухин ой молодость да здорово было в то время ладно что я господи раз вспоминаю сейчас ну вот в общем короче сделала молодец молодец Любовь Николаевна да время между прочим уже ой-ой-ой люди добрые спать ложатся нет люди-то добрые уже спят давно так что мои дорогие всем спокойной ночи я вас люблю обнимаю целую ну и пока-пока до завтра мои хорошие я уже устала так что и глаза не смотрят и уже и и уже и говорить-то сил нету но нет я вам забыла вот что показать девчонки не получилось у меня эта ваза не получилось почему не получилось у меня гипс лежал на улице и он видимо отсырел короче говоря он не схватывается нифига засыхает только стоял вот на обогревателе и то ну в общем короче говоря я потом приеду из Питера куплю белый цемент и сделаю нормально гипс не внушает доверия да еще вот так вот так что это мне еще наперед нужно будет обязательно сделать довести до ума это дело ну все пока-пока не болейте не грустите всех целую пока-пока Продолжение следует...